Привет, меня зовут Лиза и сегодня мне грустно. Как было грустно вчера, позавчера, три дня назад и вообще примерно весь тот период, пока у меня вместо губ вот это. Мне грустно и именно поэтому я сегодня сижу на полу, и если вы думаете, что я что-то буду делать с укулеле, нет, я очень вредная, я очень вредная, ленивая и вообще, я грущу, вы грустные люди на укулеле не играют. Самое первое, что я разучила на укулеле было радио Head Creep, это очень важная информация. Вы заметили, роликов не было достаточно давно. Нормальных роликов, над которыми люди обычно, ну там, стараются, что-то делают хотя бы, помимо склейки, рандомно записанных моментов, взятых либо с камеры, либо с моего компьютера. Он просто там находится. Я люблю жестикулировать воздух. Вот теперь представляете мою комнату, тут у меня стулик, там первый монитор, там второй, там гитара, тут укулеле, там кровать, тут акула, а? Класс. Ну и в период, пока у меня это простуда, я буду до упора говорить, что это простуда, потому что я пришла к зубному врачу, и первое, что он сделает, фу, это что, герпес? Я говорю, это простуда! Сразу эта сценка из офиса вспоминается. Так вот, период, пока у меня простуда, я ничем вообще не могла заниматься, я не могла ни у кого-то сняться, ни сама что-то подснять, даже смонтировать ничего не могла, потому что у меня ничего нет. Типа, я не была подготовлена к тому, что я заболею. То, что я гнусавлю, это ладно, многие привыкли, но вот то, что у меня, вот, это ненормально. Многие говорят, что у них настроение такое себе в последнее время, и сейчас, в середине апреля, можно предположить, что это из-за того, что выпал сраный снег. Да, в середине апреля, в Петербурге снег, запомните этот день, запомните этот Петербург, запомните этот апрель. Но нет, моя проблема кроется глубже. Я опять перестала себя смешить, какой ужас, я перестала себя веселить. Я знаю, что сделаю сейчас, чтобы мне стало лучше. Мне всегда становится лучше. Да, я чувствую себя лучше, эта рубашка заставляет меня чувствовать себя лучше. Она прикольная, вы посмотрите. Тут Крым еще не наш, где-то тут. Я не знаю, где искать Украину на карте. Мне многие друзья, коллеги по YouTube написали, мол, что-то у тебя в последнее время мало контента, ничего не делаешь, что случилось. Я такая, да я, типа, вот, сижу, думаю, как же прорекламировать новую рулетку, чтобы никто не понял, что я опять бедна и мне нужны деньги. На самом деле, так и есть. Следующий ролик будет рулетка. Я люблю так говорить, потому что люди такие, типа, бля, бля. А, следующий ролик выйдет не рулетка, а секретный проект, который я снимала три месяца. Это будет рулетка. Секретная рулетка, которую я задержала рекламодателем на три месяца, и мне все равно ее нужно сделать. Но денег-то я за нее уже не получу, но, типа, так должно быть, да. Я их уже получила и потратила. На самом деле, я завсегдата ютуба и смотрела, какие видеоролики делают видеоблогеры. У многих видеоблогеров есть основной канал, на который они заливают какие-то свои шоу, если у кого-то есть, какие-то видеоролики, на которые они тратят время. А второй канал у них для влогов, например. Ну, то есть, есть лайв-контент, есть контент, над которым они стараются. То есть, ну, у многих есть такое. И в русском сегменте такого мало, а в зарубежном очень много. И у огромного количества ютуберов есть видеоролик, типа, сегодня мне грустно, пожалуйста, поддержите меня. У них так много лайков на этих видосов, я тоже хочу лайки. Пожалуйста, поставьте лайки. Мне грустно, вы посмотрите. Я выгляжу как чмо. Типа, вам должна быть меня жаль. Я не должна выглядеть мерзкой, вам должна быть меня жаль. Я куплю себе кошачьи ушки. Я передумала. Это, знаете, голове так перещелкнуло. Нет, все, не буду. И в принципе, теоретически, я знаю, как вывести себя из этого состояния. Нужен простой режим. Ложиться ночью, спать ночью, просыпаться с утра и чем-то заниматься. Не важно, даже если ты просто смотришь сериалы, или играешь в видеоигры, или... Ты просто... Вот такой режим, такой режим выводит тебя из любой тупой хуни. Даже если ты болеешь, такой режим тебе помогает быстрее встать на ноги. У меня же режим состоит в том, что я ложусь в 5 утра, я просыпаюсь в 11. Ну, не знаю, меня просто перещелкивает, я просыпаюсь где-то около 11-12. Я... Сегодня я проснулась так, я проскролила все мемы, посмотрела все сообщения, такая... Ну, наверное, можно еще поспать. И вот проспала вплоть до 6 вечера. День в срат. Так же, как и мое лицо. Все, ничем больше себя не занять. Из-за этого состояния я пропустила хайп на Паше Дурове. Я могла нахайпировать себе миллион просмотров, как Данила Кашин. Я была свидетелем, а потом побежала в туалет. Ну, все про это уже, наверное, забыли, я только ворошу какое-то странное прошлое. Вот Павел Дуров, Павел Дуров обещал записать какому-то журналисту, журналисту из Вести, по-моему, он обещал записать, дать какой-то официальный комментарий на своем канале по этой ситуации. И до сих пор ничего не сделал. Павел Дуров, где мой контент? Мне нужна новая Лиза с Инвиза. Павел, если вы меня слышите... Наверное, надо говорить это в Телеграм. Здравствуйте, Павел! Если вы прослушиваете этот разговор, пожалуйста, сделайте ролик. И я не уверена, что есть жизнь в этом мире после Зельды. Знаете, есть такой момент, когда ты проходишь видеоигру, или допрочитываешь книгу, или досматриваешь сериал. Что-то внутри тебя отмирает. Часть, частичка твоей души, которая сопереживала главному герою, любому вообще персонажу из книги, сериала или игры. Эта частичка все отмирает, либо перестает заниматься тем, чем она занималась. Я такой, типа, блядь, а как же так? Я помню, я плакала, когда досмотрела Декстера. Не потому, что там грустная концовка, а потому, что я такая, типа, блин, сериал на 10 лет! 10 сезонов, ну, типа, 8 лет даже, 8 сезонов даже, 8 лет! Это, типа... Как... Я полюбила его, как собственное дитя! Я полюбила этот сериал, как собственное дитя! Я плакала. Интересно. А люди, которые играют в доту, 8 лет, если им внезапно запретить в нее играть, они будут плакать? Я бы плакала. Я вообще очень эмоциональный человек, я всегда плачу. Вот видите, у меня кружечка скололась тут! Я плакала! На самом деле, я не особо плакала, потому, что я запустила свой собственный мерч! И я... Давайте я сделаю сейчас очень смешной... Очень не смешной, обычный, знаете, такой... Тихо! А я сделаю обычный такой прием в видеоблогировании. Вот здесь я сейчас буду размещать картиночки. И буду вам рассказывать про то, что в начале апреля... Нет, в конце марта было дело. Я в своей группе сделала... Запустила конкурс, в котором люди, которые умели рисовать, смогли бы получить подарки и бесценный опыт! В общем, люди рисовали мне рисунки, арты, и 4 из них я совместно с мамку пи выбрала, и мы напечатали это на всем, на чем только могли. Если бы мы могли напечатать это у меня на лбу, мы бы этим тоже занялись. Но, в общем, первая ссылка в описании будет ссылка на мамку пи, и там вы сможете найти часть моих товаров, я полагаю. Я просто не знаю, смогу ли я сразу скинуть. Я оставлю ссылку сразу на альбом со всеми товарами, и все как-то можно прикольно сделать. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы я стала акулой бизнеса, вот как он... Если вы хотите, чтобы я стала акулой бизнеса, пожалуйста, покупайте мои кружки, покупайте мои фляжки, покупайте мои бутылки, покупайте мои большие кружки. Что там еще есть? Я даже не знаю. Покупайте, в общем, вещи. Все пойдет мне в карман, я стану богатой и куплю себе джакузи. Дом. Мне опять грустно, поэтому я лучше, наверное, буду заканчивать этот видеоролик. Спасибо, что посмотрели, это... Замечательно, это лучший видеоролик, который я только делала. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Возможно, чем больше человек поставит лайк этому видеоролику, тем менее грустно мне будет. Вот, а теперь 20-ти минутная... Я не знаю, почему я говорю минутная. 20-ти минутная... Почему я продолжу говорить минуты? А утро? Давайте. Тут видеоролики всякие, тут типа... Ролик. Тут вот. Можете взять его, пощупать так. Вы, наверное, не видите, потому что мою руку будет этот ролик закрывать. Ниже будет плейлист какой-нибудь. Вот здесь вот вы можете подписаться. Я, наверное, смогу это обхватить. Вот тут. Вот. Давайте. Пока. Пока. Пока.